Когда же ученики собрались около Него, Он встал и вошел в город, а на другой день удалился с Барнавою в Дервию. Проповедовав Деванглея сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, пройдя через Песидию, пришли в Памфилию и, проповедовав Слово Господне в Пергии, сошли в Аталию. Оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыл туда и, собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам. В сегодняшнем апостольском чтении мы слышали о том, как однажды святой апостол Павел, проповедуя в одном из ликоонских городов в Листре, был побит камнями, возмутившимися против него иудеями. Последние, думая, что Павел после столь страшной расправы умер, вытащили его за город, но когда вокруг пострадавшего за имя Христова и проповеди Евангелия апостола собрались ученики, Павел встал и вновь вернулся в город, а на следующий день вместе с апостолом Арнавою удалился в соседнюю Дервию. Находясь в Дервии, апостол Павел увещал учеников пребывать в вере, наставляя при этом, что достижение Царства Божия возможно лишь при одном условии – только при терпеливом перенесении скорбей. Рассуждая над приведенными словами первого Верховного апостола, преподобный Ефрем Сирин отмечает, что без печалей и скорбей нет и спасения. Что это значит? Скорби – это тот фактор, который является необходимым для нашего духовного возрастания и спасения. Но при этом мы должны понимать, что не скорби сами по себе являются спасительными для человека, а то, как сам человек их переносит. Святитель Иоанн Златоуст так и говорит – важны не скорби, но их результат. Ведь именно в скорбях человек проявляет свои качества. Преподобный Паисий пишет, что скорби – это не что иное, как экзамен, который мы должны успешно сдать, дабы набрать проходной балл Царства Божьего. При этом он указывает на, так сказать, сам механизм работы скорбей. Перенося их с правильным сердечным расположением, то есть не гневаясь и не ропща на Бога, мы получаем намного большее благо в вечности, собираем себе сокровища на небеса. Если мы переносим те или иные скорби, это вовсе не значит, что Бог отвернулся от нас. Напротив, наличие в нашей жизни скорбей можно расценивать как особую милость Божию к нам, грешным. Ведь, как гласит Писание, кого любит Бог, того и наказывает. Причем в данной цитате из Ветхого Завета слово «наказание» правильнее воспринимать не в нашем привычном понимании, как некую кару, а в том смысле, который это слово имеет в церковнославянском языке, где слово «наказание» употребляется в значении наказа, то есть научения, вразумления. В то же время, одной из целей неспосылания нам скорби является наше смирение. Припловный Макарий Великий так и пишет, «Бог, зная нашу немощь, по мудрости своей посылает нам скорби, чтобы мы стали более смиренными, а через это обрели самого Бога». В этом смысле Бог подобен искусному врачу, который, дабы излечить тяжелобольного пациента, использует чаще всего горькие на вкус, но при этом весьма действенные препараты. Точно так же и Бог для того, чтобы спасти нас от духовной гибели, использует методы, которые кажутся нам неприятными. Таким образом, наличие в мире скорбей вовсе не противоречит тому факту, что Бог есть любовь, но наоборот, подтверждает его. Ведь скорби, по сути, как раз и являются самым ярким доказательством того, что Бог любит нас и желает нашего скорейшего излечения от тяжких последствий греха. Господь, видя, что иной возможности исправить человека нет, посылает ему скорби. Мы, люди, все анализируем относительно собственных, далеко не совершенных взглядов на жизнь, а Бог все видит сквозь призму вечности. Именно поэтому мы должны всегда доверять промыслу Божьему и благодарить Господа за все, что Он нам посылает и все, что с нами происходит. Потому что все, что происходит в нашей временной жизни, даже если оно причиняет нам боль и неудобства, имеет более значимую конечную цель – наше спасение и обожжение. Субтитры создавал DimaTorzok